Только по счастливой случайности удалось избежать масштабной трагедии 14 июля на перегоне Игумного, Дзержинск. Напомню, здесь произошел провал грунта и сход грузовых вагонов. За несколько минут до ЧП по этому участку проходили пассажирские поезда. Подробности расследования сообщил на видеоконференции журналистами и общественными организациями 15 регионов Приволжский транспортный прокурор Тимур Кибеков. Он отметил, что в числе причин ЧП рассматривается карстовый провал. Именно под этим участком дороги находятся карстовые породы. Специалисты продолжают разбираться, что же было первопричиной схода вагонов 14 июля. Человеческий фактор или все же природные явления. По мнению Приволжского транспортного прокурора, чтобы избежать здесь повторных ЧП, проблему нужно изучить глубже. По-моему, в 70-х годах строилась эта железная дорога, потом она строилась скоростной. А вообще, мы могли строить на этом участке, с учетом того, что там карстовые породы, скоростную и железную дорогу? И кто давал добро, согласие на эти работы? Ну и так далее, и так далее. И соблюдены ли были все требования, которые должны были быть реализованы при проектировании и строительстве железной дороги на этом участке? Особый Тимур Кибеков остановился на защите прав пассажиров в авиаперевозках. Это одно из главных направлений работы транспортной прокуратуры. Главная проблема здесь – задержки вылетов. В связи с этим я вынужден был даже организационно-распределительный документ свой подписать по своему ведомству, которое обязывает прокурорских работников по истечении шести часов задержки выезжать на место, проводить прокурорскую проверку, выяснять причины задержки, опрашивать всех виновных. Транспортный прокурор посоветовал пассажирам и самим знать и отстаивать свои права в случае задержек рейсов. Он напомнил некоторое. Это предоставление комнаты матери и ребенка, горячее питание, если задержка рейса на 4 часа, и гостиница, если вылет откладывается на 8 часов днем и 6 часов ночью. В федеральных авиационных правилах также говорится о предоставлении резервного судна. Однако четких норм нет. Поэтому Приволжская транспортная прокуратура прорабатывает этот вопрос и, возможно, будет готовить свои предложения в Минтранс. Екатерина Белинская, Василий Низов, Объективно, ННТВ.